ну что девочки мальчики сегодня у нас с вами будет путеводитель по универсальной помощи универсальная помощь но это собственно про то как я могу прямо сейчас сама себе помочь вообще я люблю такую штуку делать для себя я понимаю что я возможно многим многих этим пишу когда я реально рассказываю что я прям люблю эти практики все самокопания и в отличие от многих вот этот да то как я работаю меня не закапывает она реально приводит меня к цели к результату я понимаю что если не приводит значит мне выгодно сидеть в этой всей позиции внутренней это просто случилось потому что я действительно долго время была ведомой и таким прям комнатным цветочками растили меня знаете ли там как комнатного цветочка такого это чуть-чуть задрота то что я прям помешана на знаниях и действительно прям я мечи с людьми которые тоже такие первоисточники что-то закопаться знаете раскопать зато знаете всегда с таким людьми как мы да можно прийти к первоисточнику и самим что-то подумать и да и самим что-то получить это же очень круто что мы думаем это означает что у нас деменция будет в позднем возрасте и соответственно что мы сами можем влиять на свою жизнь поэтому я люблю подумать порефлексировать что-то вытащить и как бы понять что с этим делать давайте прям помощь который можем оказать сами себе прямо сейчас может энергии не знаете может мы болеем может психосоматика такой универсальный расклад на торо сознание без длительной болталки потому что прям хочется мне знаете как катана в общем пройтись по как это сказать по библиотекам до хроники акаши там просто смести новиночки там вот это все да составит для вас личную библиотеку что читать каждому вот мне кажется что если бы были бы касты библиотекарей я была бы да то но это же не означает что я там должна выглядеть как стандартной библиотекарей нет это просто хранитель знаний или там знаете там сериал до сокровища хранилище 13 например там уже были симпатичные персонажи то есть не обязательно что мы должны выглядеть как серые носки все оборот мне кажется чем больше знаний тем ты как-то прям выделяешься от окружающих и он некрасивый молодой и вечно живешь что мы проблем нет психологически падают все шутки погнали смотреть зеленый оранжевый синий зеленый оранжевый синий такая знаете универсальная помощь прямо сейчас таблеточка у кого от мигрени у кого от запора у кого от чешочного таблеточка у кого-то гомеопатия да я кстати сказали все что мои расклады напоминают гомеопатию то что непонятно сначала с одной стороны как они действуют а потом понимаю что там накопительный эффект ну мне кажется интересный комплимент 25 карт каждая из этих карт сказать дверь которая мы ее открываем и она отвечает на один из вопросов посмотрите как они тут все рассыпали господа я знаю вот для меня знаете о чем эти карты вот я же много знаю что я ни черта для себя не применяю что-то вы прям спешите куда-то да спешите в машине ездила движение что движет движение хочется движение хочется но при этом есть какой-то внутренний момент раздражения сейчас посмотрю 3 а ну все опять 5 думаю что видно дал в кадр попадает все всем потише у нас с вами не очень ладно так не совсем не совсем такая история параллельная что вы сейчас должны услышать ну так интересно что такое ощущение что даже не понимать что вы должны услышать как 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 прийти к состоянию баланса может быть вы должны услышать что ваще с но очень крутые энергии миротворцы могут быть потому что состояние баланса что-то нам нужно привести в баланс может нашему телу баланса не хватает вот это когда спортзале там допустим в пусть какой-то ласточкой стоите заваливаетесь направили на левую сторону ножка нужно сбалансировать восприятие может быть вы слишком уходите состояние где только черное где только белое почему двойка пентаклей двойка пентаклей влюбленные но вот смотрите на моем языке дайте партнеру действовать дайте партнеру действовать да не ждите все и сразу да и попытайтесь понять происходящее если это не касается любовной истории просто дайте другой стране действовать дайте другой стране наконец-то вас уже выбрать да не перетягивайте одеяло на себя что сейчас вам делать давайте самое лучшее что сейчас делать да наверное привести в порядок своей энергии на потому что шаман с одной стороны конечно это время действовать вы прям закручиваете закручиваете но ощущение что вы должны понимать что именно вы закручиваете чему это может привести то есть рандомно ничего не крутим а как то вот вы почему-то какое-то желание знаете как жить на витрине и показывать фокусы потому что прям энергия фокусника очень сильно идет там маг фокусник иллюзионист может быть это про то что либо из своих людей нужно выйти либо людям перестать демонстрировать вот эти иллюзии понимаете ну в чем как бы сейчас корень проблема если она есть что нам нужно реально прям пойти в свои страхи и может быть это про нашу уязвимость да или понять что очень страшно что уже какие-то желания могут не сбыться потому что вот эта девятка мечей это про то что мы достаточно давно себя уже колем режем уничтожаем но как будто мы не хотим это осознавать что может быть мы все уже совсем на грани может быть нам сейчас нужен отдых потому что мы заколебались мы устали да и нам головушку нашу разгрузить потому что очень много активности да очень много активности ощущения что вы эту активность вызываете эти все ураганы даже когда не надо да даже когда это нормально ваше состояние покоя что может быть ничего не происходит а вы в состоянии паники как это так вообще как это так нужно обязательно раскачать пространство раскрутить энергию если пока не происходит события которые ну короче мне надо чтобы они произошли и очень страшно что через какой-то момент вам кажется даже ну вам покажется типа что да я типа сама виновата вот значит я это не сделала да потому что я долго взвешивала а какая-то значит девка сделала и получила типа желаемое у меня тут уже это девочка говорит хочу типа написать там на участие короче в кастинге я грачу типа не напишешь но я думаю типа да и типа нифига не ответит а потом как подумала вообще что какая-то же значит там звезда напишет же да и сорвел тебе куш там сливки и прочее здесь вот вы прям не можете определиться надо это делать или нет потому что вам кажется что если вы не сделаете да то ваш профит как бы получит другой человек да вот здесь нужно просто рассчитать силы понимать надо нам туда или нет давайте ну вот этот период когда мы должны прощупать стратегии он не вечный да и будет как бы время действовать и и вот тогда нам нужно быть спонтанности глупость тупость назовите как хотите потому что перевернута карта дурака и вот именно что нужно делать это прямо знаете наобум что-то сделать что-то глупое совершить на какой-то поступок который не будет выгонять из состояния депрессии ой прям про меня там что-то подумает или еще что-то да потому что должен быть какой-то эмоциональный спонтанный выплеск вот и вам это надо будет делать а что не надо будет делать что не надо будет делать слушайте наверное разбрасываться деньгами наверное разбрасываться деньгами или как это сказать помещать кого-то в знаете в зону комфорта за свой счет. Вы как будто боитесь в чем-то отказать. Или такое ощущение, что достаточно долго вы уже кого-то кормите, либо финансово, либо энергетически, и это нужно бы обрезать бы, прям вот даже не задумываясь о том, что про меня подумают люди. Потому что все, вы уже не хотите это делать. Вы там не получаете никакой обратной связи. Да? И здесь просто нужно будет перекрыть этот канал. Просто, а потому что я так решила. Не грузиться, да, из серии, что вот, я делаю что-то неправильное, как человек справится без моей эмоциональной, финансовой поддержки. Или, например, там, вы какого-то стажера, знаете, учите там ему разуму. Вот, а там не в коня корм. И просто нужно психонуть, сказать, просто по тупости, да. То есть вот отзеркалить, скорее всего, ситуацию. Потому что человек абсолютно к этому относится, как-то, знаете, не заморачиваясь, а вы слишком заморачиваясь. А вы слишком заморачиваетесь. Вот такая позиция была. Так, двоечки, ну что, я вас приветствую. Давайте смотреть происходящее с вами. Да, такая, скорая помощь. Расклад, скорая помощь. Выкладываю пять карт, да, чуть-чуть трактую по отдельности, а потом собираю вам в одно целое повествование. Так, в принципе, это как раз энергия жрицы и работают. Если вы, допустим, учились в хороших, хороших школах, невозможно вам говорить о том, что жрицы — это и есть красная нить, которая соединяется в наше повествование. Ровненько. Если у вас хорошо прокачана энергия жрицы, вы как раз можете все в рассказ собрать. А не натягиваться вы на глобус по одной карте. Ладно, давайте. А что вы сейчас должны услышать? Что сейчас должны услышать? Про какого-то мужчину вы должны что-то услышать? Потому что все-таки энергия императора. И что там этот император-то? То есть что там кто-то проявится, заявится? Сейчас посмотрю. Карту не буду выкладывать, сама себе подсвечу. Что у нас задача пять карт? Что-то вы, значит, про какого-то императора должны услышать. Так. Ну, возможно, этот человек, который очень много преодолевает, да, десятка жезлов, тул спентаклей, на пути либо к созданию семьи, может, у него не получается отношение, или на пути к выстраиванию своих каких-то бизнес-процессов, ну, может быть, именно по той причине, что там слишком много птенцов в гнезде, их нужно кормить, и он прям не знает, как. Это, знаете, или, например, вот вы ведь едете в такси, да, и там написано, что там таксист там с каким-нибудь именем, да, там копит, типа, на машину, или там копит на свадьбу, или на учебу, или вот еще на что-то, и понятно, что эта ситуация дается вам достаточно тяжело, да, а вы как бы можете, там, если хотите проспонсировать, если вы видите, что у человека есть какая-то цель, вот что вы должны услышать, вы вот про вот этого человека услышите, у которого что-то не хватает, да, но при этом есть какая-то цель, если эта ситуация касается вас, то вполне возможно, а вам могут подсветить инвесторов, например, вашего проекта, к примеру, да, или, опять же, вот обратите внимание, собственно, что более знающий человек может вас от чего-то отговаривать. Что вам сейчас делать, да, что вам сейчас делать? Ладно, не буду я переворачивать четверку кубков, давайте так не грузиться, не закапываться, но при этом не отсвечивать, не делиться своими планами, не быть очень открытым человеком, то есть, вот, опять же, смотрите, вот он такой, да, как бы в вашем окружении, этот человек, да, либо если он выводит на жалость не поддаваться на провокации, либо, соответственно, если он диктует вам, как жить, то здесь вот по четверке кубков можно согласиться, но сделать по-своему, да, короче, вот четверка кубков перевернутая, пятерка пентакли, что типа вам следует делать? Скажите, грешна батюшка, неправа была там, да, стань моим наставником, потому что, если все-таки речь у нас идет о том, что у нас какой-то проект, и нам нужны инвесторы, это про то, что этим инвесторам условно нужно идти в определенном состоянии, если нам правда что-то нужно просить, или там какой-то помощь, еще что-то, я, конечно, не буду говорить, что умерти гонор, вот, но это именно про то, что в состоянии всезнания, что я типа сама все знаю, и все понимаю, мы туда не идем совсем, да, если у нас какие-то внутренние конфликты, которые связаны с тем, что опять же нам какой-то император там диктует, как жить, да, мы такие согласились, но при этом сделали что-то свое, да, вот такая, да, то есть смотри, здесь нужно, знаешь, как сдаться на милость победителя, да, типа признать чью-то, чью-то правоту, правоту скорее всего, да, то есть вам это неприятно, да, но здесь нужно признать, что, ну, правда, человек может быть прав в чем-то, к примеру. А корень проблемы? Наверное, это ваше личное неумение принимать решение, да, девятка Пентаклий? Тоже, наверное, какой-то вот момент, что я всегда знаю, что я права, и у вас какой-то внутренний спор, который ни к чему не приводит, потому что как бы роста нет у нас, ни бизнес не растет, да, ни новой работы в этом не можете себе найти, ни отношения новые какие-то не выстраиваются. Вот с одной стороны, это правильная стратегия, что вы какому-то человеку даете руководить, а вот неправильная стратегия по девятке Пентаклий, что вы правда можете считать, что у вас недостаточно сил, и вы как будто ждете милости, да, этого императора, сейчас посмотрю, почему-то девятка Пентаклий. Как будто нам кажется, что мы ничего нового не найдем, да, то есть мы за это держимся, нам это не нравится, но мы за это держимся, да. Карта мира перевернутая, пятерка Пентаклий, как будто вот у нас других шансов нет, а здесь мы вот решили, что вот это наш шанс. Поэтому, в принципе, вполне возможно, да, что нам, может быть, человек сам не нравится, или ситуация не нравится, но мы вцепились за это как шанс. Потому что, а у меня больше вариантов других нет, понимаете? А потом, вот через какое-то время, что будем делать, что нужно будет делать, ну, как это сказать, засеять семена и ждать, просто ждать, да, потому что, потому что, в принципе, по семерке Пентаклий, ну, вам остается только ждать, да, ждать результат. Что не делать? Что не делать? Не помогать человеку, условно, там, не знаю, спахивать поле, сажать эти все зернышки сам, потому что вы тут ждете, а другая сторона должна работать, понимаете? То есть вот, ну, у тебя есть там определенные какие-то планы, ну, окей, они не нравятся, но ты лучше знаешь, я там готова, к примеру, подчиниться, да, при этом самое главное, чтобы нам не топтали, как бы, наши границы, чтобы мы слишком себя-то не зажимали, да, потому что, в принципе, этот человек может дать нам так много, как нам надо, а нам почему-то кажется, что он не может дать нам так много, как надо, и мы пытаемся, соответственно, его направить, вот это делать точно не надо, понимаете? Вот это делать точно не надо. Да, сейчас ресурсов не хватает, там, еще что-то, но здесь не нужно брать, опять же, инициативу в свои руки, да, дайте ему возможность все-таки действовать, дайте ему возможность проявляться так, как он сам видит, а не как вы, знаете, как он сидит в короне, как бы, а вы его за уши схватили, поворачиваете в какую сторону, да, голову его в какую надо, прям насильно, я лучше знаю вообще куда. так, так знаете, вот матери бывает свои детей направляет, что-то там, веб-дизайнер, там, художник, да ты что-то этот денег не заработаешь, иди там на завод, ну, что-то такое, да, так вот и здесь как-то вы почему-то решили, что вы знаете определенную стратегию, вас очень сильно бесит, что с вами не согласны, и при этом нам, нам, знаете, как предлагают подождать и посмотреть, как же это будет ситуация разворачиваться. Так, троечки, ну что, давайте смотреть происходящее с вами. Пять карт буквально, которые расскажут нам, что с вами происходит, и скорую помощь, ну, относительно какой-то ситуации. Такое немножко потоковое сознание, потоки у нас с вами сейчас закружат, и что-то выдадут, да, из того, что прям витает в вашем сознании и подсознании. И сейчас сядет, да, нам с вами на плечи, как бабочка, и какие-то знания раскроются. Господи, я опять ушла, в американского проповедника, говорю голосом, которым обычно на медитацию читаю. Может, правда, да, не хватает этого. Так, четыре. Пятая карта нам нужна еще. карта мир перевернута, вы прям считаете, что все пропало, мир разрушается, и все не так, как вам надо. но это так вот. У вас проскальзывают такие эмоции, что вы должны знать, да, прямо сейчас, что должны знать. что девятка пентакля, вот такое ощущение, что какой-то неудовлетворенности, да, что девятка пентакля в прямой позиции это ощущение удовлетворенности, а вот девятка пентакля либо ощущение жадности, либо все не то, все не то, недостаточно, не хватает. Так ли это на самом деле? Потому что у вас правда ощущение какой-то прям нехватки. Так ли это на самом деле? Может, вы что-то не видите? Нет, как будто вы ничего не делаете У вас перевёрнутые колесницы, чтобы было больше Да То есть вы туда энергию не направляете Вам почему-то кажется, что да, всё равно ничего не получится Я живу там в состоянии обмана Относительно себя, с чего я взяла Что у меня есть потенциал на это всё Раньше же не получалось Не жили богато, нечего и начинать Это просто разных сфер жизни может касаться Как будто мы не верим в свои силы И нам прям это показывает, что в какой-то момент Мы сами занимаемся самопорчей Самобичеванием Деструктивные всякие истории То есть мы вроде что-то создаём Но как волшебники-самоучки Вроде нормальный партнёр Которого мы там, допустим Притянули своими медитациями Женат, к примеру Или там, допустим, красивый внешний Но там, допустим, нищеброд Ну, слушайте, у всех как бы разное Но то есть чего-то не хватает Недораскрытый потенциал Так вот у вас просто вот Вам показывают, что вы сами про себя считаете Что вы недостаточно хороши И у вас недораскрытый потенциал Понимаете? Что сейчас нужно делать? Верховная жрица Опять, значит, мы пошли в медитацию Что-то в этом упустили Опять какой-то момент переписывания сценария Потому что ощущение, что вас как будто Намеренно чего-то лишают Да, высшие силы Так, и о чём здесь Верховная жрица? Что нужно делать? Да, вам нужны трансформации По смерти, вы их не пускаете Вы с чем-то не хотите расстаться С чем должны расстаться? Да, тройка пентаклей И, значит, это умеренность перевёрнутая Давайте так, мы должны расстаться с энергией Состояния выживания, да? Вот как будто мы не можем немножко подуспокоиться Не можем видеть лучшие для себя возможности Охватаем хоть бы что Хватаем, короче, хоть бы что Действительно, это может быть какая-то недостойная история Но всё равно её охватаем А тут нам почему-то говорят, что Дай возможность лучшим образом Вселенной позаботиться о себе Короче, вот как-то так Корень, да? В чём вот корень проблемы? Да ваши страхи, смотрите Ваши страхи Кажется, что всё не получится Что всё плохо Что у нас ещё? Девятка ночей Страхи, да, смотри Страхи относительно семьи Страхи относительно того, что я там Важна и нужна, да? Шестёрка, кубка Страхи относительно поддержки, доверия Страхи относительно того, что тебе, правда, как к любимому дитя Знаешь, по семёрке кубков могут просто дать всё, что угодно А ты как будто сама, да, по тузу мечей Говоришь, нет, мне не положено Зачем вы мне даёте три пироженки? Я же обожрусь, да? Дайте пирожочек вон тот заплесневело Я к такому привыкла Да, зачем я буду пробовать устрицы, если я их никогда не пробовала И как бы видела, что те, кто пробовала, плевались Может, он тебе понравится Понимаешь? Вот какая-то такая история Что мы действительно живём так, чтобы не совершать ошибки Которые совершили другие люди Или очень сильно Ну, очень сейчас с прежними ошибками Как будто мы не берём новые стратегии Потому что страшно, да Что делать позже? Что мы будем делать позже? Да выходить из вот этой энергии пожарожезлов А тут смотрите, какая интересная история Вы-то, конечно, можете жить в состоянии интереса Но вы знаете, какой интерес? Какой звездец я ещё в моей жизни могу притянуть? А, Вселенная, покажи мне Вселенная, покажи мне, дно Вселенная, какой звездец я могу в своей жизни притянуть уже Да, и вам там интересно, да? О, на что я ещё способна вообще? Да, на какое дно я ещё не падала? Вселенная, покажи мне Ну и, конечно, Вселенная такая, говорит Да пожалуйста, вообще мне тут это вот надо тебе, да? Вот, пожалуйста Смотри, мы не можем действительно выйти Вот опять же Мы это не отпускаем Не-не-не Я там что-то в этих подвалах еще не изучила, понимаешь? Я не во все слизь там вступила, соответственно, да? Не все чудаки на буквы М, знаешь, на мой огород еще пришли, понимаешь, свататься ко мне, да? Не всем вот это. Не всех альфонцев встретила, не всех этих, которые жрут просто, знаешь, три горла забывая о том, что я голодная, да? Нет, еще не все. Еще не все. Еще мне какая-то интересно в этом все повозить. Еще мне пострадать в это все надо. Что не делать? Давайте. Что не делать? А, в саму себе не перекрывать, да? Восьмерку жазу. Нет, слушай, ну если вот твоя история связана с тем, что ты там действительно обожглась, общаясь с людьми, там, допустим, социальная сеть, еще что-нибудь, это не означает, что мы больше не продолжаем попытки. Это не означает, что мы закрываемся. Это не означает, что мы не ходим на свидание. Это не означает, что мы закрываем восьмерку жезлов, что мы запрещаем себе какие-то шансы. Понимаю? Потому что, о, все, да, у меня вечно подвал. Ничего хорошего не получается. Да, мы планомерно, вот, кстати, вот этот, исключение из правил, то есть вот вечно вы требуете к себе повышенное внимание тройки. Это про то, что действительно мы продолжаем попытки. Понятно? Мы продолжаем попытки. То есть что мы не делаем, да? Мы как бы не закрываем, да, нашу восьмерку жезлов, наши шансы, наши движения, опять же, наши коммуникации, да? А все-таки по тройке Пентакли мы продолжаем это делать. Но только теперь, смотрите, по пажу мечей там смысл в том, что, ну, смотрите, мы эту энергию пажа мечей знаем, чтобы себе что-то характере, знаете, делать условно. Вот. Или людям, да? Мы, правда, можем являться, к сожалению, вот этим скептиком, который для других людей является ведром скрабами. И если у них со скрабами, да, если у них что-то получается, мы их цинично как бы, да, опускаем с небес на землю. Нам как бы говорят о том, что давай менять стратегию. И если ты действительно с людьми, у которых что-то не получается, может быть, это про то, чтобы провести работу над Ашипом, и у вас тогда вместе что-то получится, понимаешь, да? То есть мы меняем энергию. Нам нужна новая энергия. Новая энергия нужна. Посмотри, как на уровне тела мы её не пропускаем. То есть, знаешь, как она у нас может быть, ну, вот так вот вспышками просто, вспышками так, оп, и всё, и мы её слили, да? Всё, мы не даём ей развитие. Посмотри, да, колесницы перевёрнутые, карта мага. То есть ощущение, что мы делаем всё, даже, возможно, некие манические действия, да, чтобы перекрывать это всё. Может, вы, правда, к неправильным бабкам ходите, неправильные ритуалы творите? Не думали об этом? Или не с теми ребятами работаете, и они, получается, берут от вас сильно больше, чем дают? Вот такое ещё есть. Ну, вот такая вот позиция была по третьему варианту. А с вами была я, ваша нейроведьма. Субтитры создавал DimaTorzok